Здравствуйте! Не знаю, хорошо ли меня здесь слышно, потому что Сочи шумит и немножко загораживает, так сказать, мой голос. Не знаю, видно ли позади меня море. Я постаралась расположиться так, чтобы море было видно. Но, во всяком случае, я имею твердое намерение в этой обстановке, среди пения птиц, среди майского Сочи, когда цветет жимолость и сакура, и все так по весеннему и по летнему, я намереваюсь продолжить мое дело, а именно ознакомить вас с вопросами моих слушателей и моими на них ответами. Итак, вопрос. Здравствуйте, дорогая, любимая тетя Катя. Слушайте, мне кажется, любой блогер полжизни отдаст за такой вопрос. Мне так приятно, когда мне так вот сказали, любимая тетя Катя. Кто вот еще помнит советские времена, там у нас была любимая тетя Валя и любимая тетя Таня. Я имею в виду Татьяну Веденееву, а у тети Валя даже и не помню, какая была фамилия. И вся страна ее знала, как тетя Валя. О, боже, неужели я хоть чуть-чуть приближаюсь к значению этой тети в жизни каждого человека и становлюсь тетей Катей. Итак, здравствуйте, дорогая, любимая тетя Катя. Вопрос такой. У меня был сквирт без оргазма. Такое возможно? Может, это и не сквирт вовсе, а банальное недержание мочи из-за давления члена на мочевой пузырь во время секса? Часто хочется в туалет по-маленькому, а последствия бывает сит. Ребята, вы меня столько раз просили осветить тему сквирта, и вот, наконец, сами отвечайте на свой вопрос. Но подумайте только, но только вообразите, но как такое может быть, что в человеческом организме, в женском причем, есть один какой-то орган, не открытый до сих пор наукой, в котором скапливается какая-то семенная жидкость, которая во время полового акта выделяет какое-то вещество, похожее на эякуляту мужчин. Как такое вообще возможно? Конечно, это моча, больше нечему там быть. Сквирт когда возникает? Когда передняя стенка влагалища ласкается, это та самая, которая, вернее, раздражается, та самая, которая граничит с мочевым пузырем. Вы постоянно трете ту ретро-мочевой пузырь. Конечно, вы провоцируете непроизвольное мочеспускание. Конечно, это недержание мочи. Сквирт, я не отрицаю, что сквирт это приятно, что сквирт это, может быть, самый интересный оргазм, яркий, красочный, из всех, которые женщины переживают на своем пути. Но то, что он часто сопровождается недержанием мочи, это факт, и никакая это не семенная жидкость. Может ли колитеральная мастурбация влиять на отсутствие вагинального и анального оргазма? Может, конечно. Я уже об этом говорила не раз в разнообразных роликах, что у женщины самый простой путь получить оргазм – это раздражать клитор. Клитор по составу – это рудиментарный пенис. У мужчин самый простой способ получить оргазм – это кончить, возбудить половой член и, так сказать, эхулировать, совершить семяизвержение. У женщины ничем не отличается от мужчины. Раздражаем клитор – получаем оргазм. Все просто. Организм вырабатывает условно-рефлекторный путь, такую дугу. Раздражаем клитор, получаем удовольствие в центр головного мозга, что нам хорошо. Из головного мозга получаем, так сказать, ответную реакцию на половые органы, притекает кровь, такой небольшой местный отек этих органов происходит. Они как бы набухают, увеличиваются в размере, появляется смазка, наступает оргазм – наивысшая точка полового наслаждения. И организм сбить сток очень трудно. Вот вы, например, 5 лет получали оргазм клиторальный самостоятельно, руками, в ванне, с 15 до 20 лет, а в 20 лет вышли замуж, и теперь подавая вагинальный оргазм. Организм так обалдел и говорит, ничего себе, что это я должен напрягаться, какой-то вагинальный оргазм искать. Мне это вообще не надо, я и так знаю, как мне оргазм получить. Конечно, переквалифицироваться с клиторического оргазма на анальный или вагинальный очень сложно. И должно быть, так сказать, недюжинные исследовательские способности, возможности и мотивация у женщины для того, чтобы на этот оргазм, на другой вид оргазма перестроиться. У меня короткое влагалище. Ни один член не входит в меня полностью. Но мне всего 15 лет. Может ли влагалище еще вырасти? Конечно, вырастет. Куда оно денется? Послушали бы вас мужчины, почитали бы мужчины, которые мне жалуются, что вот жена родила, у нее влагалище большое, я в нем ничего не чувствую, поэтому жену не хочу. Дорогая моя, да радуйся, что у тебя пока влагалище маленькое. Еще у тебя все впереди. А если ты такой половой активностью располагаешь, которую ты здесь демонстрируешь в этом письме, то это наступит очень скоро. Все у тебя там разрабатывается и будет такое, какое надо. Но не такое, какое желанное для твоих мужчин. Мне постоянно хочется секса по несколько раз в день. Вот не с конкретным мужчиной плевать, мастурбаться или даже лесбийский секс. Может, у меня повышен уровень тестостерона, хотя анализ вроде был в норме. Свазан ли результат анализа с тем, что за 10 часов до него у меня был секс? Я кушала. И может, причина в том, что день цикла был не тот? Итак, очень хочется секса. Неважно с кем. С мужчиной, с одним, с другим, с пятым, сама с собой, с мастурбацией, лесбийский секс, лишь бы был секс. 15 лет – это исследовательский возраст. И сексуальная активность – часть вашей познавательной деятельности. Вы таким образом познаете окружающий мир. Пробуйте себя, щупайте себя, щупайте этот мир. Так сказать, тестируйте свои взаимоотношения с этим миром тем или иным способом. И поэтому вам так часто хочется секса. Если у вас анализ был в норме, то это анализ, который был в норме. И не день цикла, не то, что вы кушали, не то, что у вас до этого был секс, на этот анализ не влияет. Если у вас какая-то есть патология, то, скорее всего, анализ был бы повышен. И если вы мне сейчас можете возразить, я в интернете прочитал, если был недавно секс, или если я сдал анализ не натощак, у меня может быть другой чуть-чуть анализ на тестостерон, чем был бы в норме. Может быть, на одну единицу повышен. Но мы сейчас говорим о патологии. При патологии там такое конкретное ощутимое значимое повышение. Этого быть не может. И если анализ показывает норму, значит повышенного уровня тестостерона у вас нет. А если бы он и был, пока вы мамой станете и не собираетесь, это особо большого значения не имеет. Тестостерон – гормон, который женщина заставляет поведенчески искать секса. Как бы выстраивает ее тип взаимоотношений с половыми партнерами, как у мужчины. Дай, 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 дай. Просто хочу, чтобы это было в моей жизни. Эстрогены, я повторяю, для тех, кто не смотрел ролик сексуальности и сексапильности. Эстрогены – это гормон чувственности у женщин. Эстрогены – это гормон, который мы чувствуем. То есть вот чем больше и качественнее эстрогены у женщины, тем она чувственнее в сексе. То есть вот ее ласкают, а она чувствует больше, наслаждается больше, от секса удовольствие получает больше, чем та женщина, у которой эстрогены низкие. И, наконец, последний вопрос девочки, которую я назвала тетей Катей. По поводу выделения, у меня частая молочница, буквально раз в два месяца. В чем причина? Месячные, нерегулярные. Последний раз были три месяца назад, мазня какая-то, обычно обильная. А я в ужасе. Плохо вырабатывается смазка, несмотря на сильное возбуждение. Выделяется она только, когда окончают, кстати, нормально. Умоляю, не игнорьтесь, снимите ролик. Думаю, многим вашим фоловерам, фоловеры, хорошее такое слово, я думаю, она имела в виду фоловеры, которые последователи, да? И это будет интересно. Имя мое, прошу не говорить. Интересно, а когда я здесь говорила чье-то имя, а то предки узнают, прибыют. Вот, последний вопрос по поводу выделений, может молочница. Вы знаете, учитывая то, что вы мне пишете о высоком уровне половой активности, плевать с кем, с мужчиной, с женщиной, сам с собой, в любой обстановке. Дорогая моя, я вас очень сильно призываю к тому, чтобы вы не игнорировали в свою очередь мои рекомендации, сходили к врачу и обследовали себя на предмет инфекции, придаваемых половым путем. За таким собирательным, помоечным термином молочницы может скрываться любая инфекция, придаваемая половым путем. Тем более, что вы сами говорите, что у вас половая активность достаточно высокая. Поэтому этот последний ваш вопрос я пространно комментировать не буду. Здесь ответ жестоко категоричный. Только обследование на инфекции, придаваемые половым путем, снимет ваши вопросы и ваши, ну так сказать, сомнения. Надеюсь, я полностью удовлетворила ваши вопросы. Мне очень понравилось, как вы мне все написали. Пишите еще. Сейчас пока.